привет вы просите меня показывать больше вариантов использования электросушилки и сегодня я хочу вам показать как я сушу грушу предыдущем моем видео я сушила дыню и некоторые моменты упустила в конце ролика я расскажу как храню высушенные фрукты и овощи очень важный момент при сушке фруктов или овощей это нарезка поэтому я нарезаю на слайсер терки тогда кусочки все получаются одинаковой толщины если у вас тоже есть бёрнер терка то используйте толстую слайсер нарезку конечно я не призываю всех иметь бёрнер терку но у кого она есть точно пользуйтесь именно ей тогда кусочки выходят толщиной около пяти миллиметров просыхают равномерно и получаются красивыми ровненькими у кого нет именно бернеровской терки используйте любую слайсер терку или нарезайте ножом но не толще 5 миллиметров нарезанные толще кусочки будут просыхать дольше или по вкусу они будут жестче для сушки можно использовать любой сорт груш не обязательно брать именно сладкие вызревшие как например в клубнике высохнув и отдав влагу они получаются сладенькими как и дыни можно даже не сладкий сорт дыни высушить и он будет вкусным отправляя все в электросушилку включаю ее и ставлю температуру 50 55 градусов можно сушить при 45 но время просушки будет дольше примерно 8 часов нужно для того чтобы просушить хорошо грушу на температуре 55 градусов конечно же еще зависит от того какой влажности будет фрукт и конечно же от того какая температура будет помещение где находится электросушилка храню я как фрукты так и овощи всегда в закрытой таре плотно закрываю можно хранить при комнатной температуре можно в холодильнике но если надолго то можно даже помещать в морозильную камеру если есть место конечно такая вкусняшка съедается очень быстро хранить можно конечно же пластмассовых банках или контейнерах стеклянных банках или упаковать в вакуумные пакеты или пакеты с застежкой главное чтобы не было доступа воздуха потому что они будут отсыревать я обычно храню в морозильной камере абрикосы если их много если немного и не долго хранить то можно хранить просто в кухонном шкафчике надеюсь сегодня рассказала все что вы хотели услышать в предыдущем моем видео до новой встречи спасибо что вы были вместе со мной пока пока увидимся